На плоскости есть ломаная, каждые два звена, которые имеют ровно одну общую точку. Докажите, что количество звеней в такой ломаной обязательно нечего. Любые два звена. Я, конечно, не имею точечку. Рассмотрим какое-нибудь ребро. И сделаем его горизонтальным. Слушайте, это что? Пример такой есть? Ну, конечно. Какой? Звезда. Да, это пример звезда. Да, между прочим, это ломаная. Господа, вообще-то вам не просто сказать, что есть ломаная. Звезда, например, поинтереснее. Действительно, каждые два звена имеют ровно общую точку. Да, решили? Не, у меня вопрос. Это было ломаная или ломаная? Ломаная. То есть можно и соединяться. Замкнутая ломаная. Ага. Замкнутая ломаная. Любые два звена, которые имеют ровно одну общую точку. Докажите, что количество звенев в такую ломаную обязательно нечетно. Есть любой ровно. Есть ровно, который мы видим в начале, есть из его конца. Ну, не обязательно в одну полуплоскость. В одной, потому что они должны пересекаться. Кто? В одной точке, вот это сила. Тепло. Относительно. А, тогда и рисуй. Тогда и рисуй, что они должны пересекаться. Совершенно верно. Действительно, они должны пересекаться. Но у нас не треугольник, потому что для треугольника и так все понятно. Поэтому картинка будет примерно такая. Да, конечно. Здесь, следующий? Да. Следующий. Давайте, например, вот расследим ломаную, в каком движении. Из этой точки уходит какой-то следующий ребро. Да. Оно должно пересекаться. Да. Ну, а давайте их нумеровать будем. Пусть первое ребро будет с вершинами номер 1 и 2. 1, 2, тогда это будет какое? 3, да. Это будет 4. После этого? Нет, еще надо число n написать. У нас всего n веньев. Да, n. Теперь, как движение будет происходить? Движение будет менять решила относительно н прямой. Ну, то есть, проще говоря, ниже прямой 1, 2 будут четные числа, а выше нечетные. Все. Значит, число n нечетное. Движение будет менять.